Всем привет! Сегодня мы будем омолаживать шею и устранять дряблость кожи. Я расскажу, как в домашних условиях с помощью несложных шагов на постоянной основе сохранить молодость шеи на долгие годы и улучшить ее состояние в любом возрасте. Старение шеи происходит не в один миг, а постепенно на протяжении нескольких десятков лет. И если тонус кожи может измениться после 40 лет, то потерю четкости овала лица мы можем заметить уже после 30 лет, из-за того, что статика шеи изменилась. Напомню, что первые изменения в лице не всегда являются возрастными, а напрямую зависят от статики шеи. Если голова постоянно опущена вниз, то смещение мягких тканей происходит в два раза быстрее. Но статика шеи не может измениться сама по себе. Это происходит из-за нарушения осанки. Круглая спина, закрепощенный грудной отдел и укороченные грудные мышцы приводят к изменению шейного лордоза. Для того, чтобы не допустить появления причин, которые могут привести к появлению второго подбородка, дряблости под подбородком, появлению холки и усугублению заломов на лице, нам необходимо внедрить в свою жизнь всего лишь несколько шагов. И из этих маленьких шагов мы сможем сформировать свою собственную систему. Каждый из вас может создать свои маленькие правила и следовать им ради собственной красоты. Если вы любите заниматься рукоделием, например, вязанием, делать это лучше сидя. Спина прижата к спинке стула, а локти опираются о стол. Если вы режете салат или лепите пельмени, то это нужно делать тоже сидя. А если вам необходимо поутюжить большой объем белья, то это лучше также делать сидя. Все это необходимо делать для того, чтобы наклон головы был минимальным. А если вы смотрите любимый сериал, то проводите это время с пользой. Возьмите палку от швабры и расположите ее за спиной, фиксируя локтями. Также можно расположить палку на плечах. При таком положении вы очень скоро научитесь контролировать правильное положение спины. А при правильной осанке статика шеи начнет меняться в лучшую сторону. Кстати, для улучшения статики шеи есть отличный прием. Палкой подпираем голову в области нижнего затылка и головой стараемся опустить палку. Делайте этот прием, пока смотрите сериал. В 2-3 подхода по 10-15 раз. И второй прием для расслабления подзатылочных мышц. Палка в том же положении, что и в предыдущем приеме. Подпираем затылок, слегка отклоняем голову назад и совершаем повороты головы влево-вправо, выполняя своего рода массаж подзатылочных мышц. Делаем так 10-15 раз в каждую сторону. Вот такие несложные приемы можно выполнять в контексте ежедневных домашних мероприятий. Если вы хотите более интенсивно поработать над своей осанкой, у нас на канале есть видео с гимнастической палкой или со шваброй. Ссылку на этот комплекс я обязательно оставлю в описании к этому видео. А если вы хотите более подробно изучить приемы и научиться работать по системе, то я приглашаю вас на свои курсы по естественному омоложению. Ссылку на ближайший курс вы также найдете в описании к этому видео. А мы продолжим. Я поделюсь с вами еще несколькими шагами для красоты нашей шеи. А для того, чтобы это было максимально эффективно, сделаем это максимально красиво. Спина прямая, слегка отклоняем голову, создавая натяжение в передней боковой поверхности шеи и легкими касаниями наносим крем снизу вверх и спускаемся сверху вниз. А для лучшего эффекта прижимаем язык к верхнему небу, подтягивая область под подбородком. И переходим на другую сторону. Следующий маленький шаг – это утренний уход. При утреннем умывании не забудьте про шею. Мокрыми руками мы выполняем точно такие же скользящие проглаживания, как и в предыдущем случае с нанесением крема. Например, я умываюсь и выполняю точно такие же легкие касания. Спина прямая, слегка отклоняем голову и прижимаем язык к нему. А сейчас я поделюсь с вами интенсивным уходом за кожей шеи. Мы сделаем увлажняющую и одновременно питательную маску с компрессом. И для этого нам понадобится обыкновенный гель алоэ вера и масло. Вместо геля алоэ вера можно взять любой коллагеновый гель или гель с гиалуроновой кислотой, или гиалуроновую сыворотку. Небольшое количество геля мы смешаем с маслом. Я возьму касторовое масло. О своей любви к касторовому маслу я рассказывала в предыдущих видео, где мы использовали его для омоложения кожи, для устранения пигментации, возрастных кератом и натоптышей. Ссылки на эти видео я также оставлю в закрепленном комментарии. Одну столовую ложку геля алоэ вера мы смешали с половиной чайной ложки касторового масла. И щедро наносим нашу маску на область шеи. Также можно нанести на область декольте. А теперь самое интересное. Сверху мы накрываем нашу маску водорослевым листом нори. Прижимаем наш компресс к шее и дополнительно смачиваем гидролатом, водой, минеральной водой, термальной водой и даже свежезаваренным зеленым чаем. И оставляем такой компресс на 15-20 минут. Если вы чувствуете, что компресс подсыхает, можно смочить его дополнительно жидкостью. Морские водоросли нори богаты витаминами, микро- и макроэлементами и полисахаридами. Но от такой процедуры лучше отказаться при гиперфункции щитовидной железы, при узловом зобе и других новообразованиях, а также при гиперчувствительности к йоду. И как бонус, точно такой же уход мы можем сделать и для нежной кожи вокруг глаз. Наносим нашу сыворотку на нижнее веко. И сверху прикладываем в качестве патчей листики нори. Сверху дополнительно пропитываем любой жидкостью, чтобы размягчить. И на другую сторону. Такие патчи напитают и увлажнят нежную кожу вокруг глаз. Ну и в таком виде желательно прилечь на 15-20 минут. Такой интенсивный уход мы можем делать 2-3 раза в неделю. И если это видео было вам полезно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Такой интенсивный уход мы можем сделать 2-3 раза в неделю.